приветствую вас мои дорогие зрители с вами Лилия Донскова сегодня будем тестировать новинку из 12 каталога компании Reflame это стойкий маркер подводка для глаз он расположен в самом начале каталога и кстати обратите внимание этот продукт участвует в акции с ароматом почитайте внимательно условия на третьей страничке и так стойкий маркер обладает тонким фетровым аппликатором что позволяет проводить тонкую непрерывную линию интенсивный цвет и пропитка не должна высыхать в футляре итак пробуем открываю в общем-то у нас уже был подобный маркер для того чтобы рисовать стрелочки так выглядит аппликатор по-моему он и в принципе был очень похожий я сейчас сравню с предыдущим да они по размеру одинаковые и маркер по толщине абсолютно очень даже похож чуть-чуть отличается но совсем самую малость итак старый маркер я убираю а будем пробовать новый я вам покажу сейчас один лайфхак как легко и просто нарисовать стрелки потому что обычно это вызывает панику и многие не пользуются таким крутым способом подчеркнуть глаза выделить их сделать взгляд необыкновенно выражительным и притягательным итак смотрите все очень просто сначала мы делаем то что делается элементарно кстати буду пробовать первый раз этим маркером нужно послушать и ощущения итак я беру маркер начинаю рисовать не прям из уголочка а я чуть-чуть отступаю и рисую прямо близко близко к линии ресниц я прерываю немножечко свои движения объясню почему потому что когда я говорю и держу еще зеркало не очень удобно обычно я рисую стрелочки чтобы у меня две руки были свободны так нарисовала смотрите я довела вот сюда вот чуть-чуть не до конца вот так вот остановилась все прокрасила останавливаемся не старайтесь увести до линии где заканчивается вот эта линия роста ресниц потому что эта линия уведет ваше движение так вот вниз то есть стрелка будет идти вниз остановились можно даже чуть раньше но по-моему я хорошо остановилась теперь я прокрашиваю внутренний уголок аккуратненько очень хорошо маркер рисует соединила то есть я прорисовала вот этот уголок и соединила с общей стрелочкой получилось достаточно ровно сразу можно рисовать второй глаз для того чтобы получилось все симметрично то есть не откладывайте на потом то что можно сделать сразу рисуем хорошо рисует маркер чувствует что он очень хорошо пропитан так прорисовала остановилась сравниваю остановилась одинаково теперь внутренняя часть прокрасила соединила тут нужна практика то есть если вы будете максимально каждый день практиковать то у вас точно получится теперь самое интересное что вы должны сделать смотрите прямо перед собой то зеркало чуть-чуть отводите так на расстоянии чтобы вам было видно хорошо оба глаза и прицеливаетесь где должна заканчиваться стрелка то есть если вы хотите ее сделать длинной значит чуть дальше выше если короткой значит поближе к глазу и смотрите что я делаю я прицелилась и я хочу чтобы у меня стрелочка вот тут закончилась вот тут я поставила точку теперь на таком же расстоянии точно я ставлю точку на другой стороне сейчас я прицелюсь чтобы вам тоже не мешать и ставлю точку по-моему одинаково вот тут то есть я поставила две точки теперь очень простое движение конечно мне не очень удобно этой рукой то есть мы должны от края вот этой стрелки провести вот сюда вот тонкую линию и попасть в этот кончик то есть вот провела тонкую линию проверяю совпало с другой стороны провожу из краешка мне кажется чуть-чуть высоковато сделала то есть вот так глаз прикрываем и ведем тонкую линию немножко я не туда поставила надо удалить а так как маркер стойкий я не смогу сейчас удалить ладно удалю потом ок сделали тонкие линии теперь соединяем то есть мы вот это вот тело вот тут треугольник вот этот вот можно его сразу прорисовать видите вот такая пустота осталась и я эту пустоту просто закрашиваю и утолщаю немножко высоковато получилась стрелка такая задорная стрелка у меня вышла и здесь тоже рисую треугольник рисую треугольник и соединяю закрашиваю конечно такой способ тоже не всем подойдет получились немножко разные стрелки но зато если попрактиковаться то будет получаться с каждым разом все лучше и лучше мне хочется тут чуть-чуть утолщить с этой стороны и чуть-чуть с этой то есть мы все время по чуть-чуть по чуть-чуть добавляем то есть мы не делаем сразу таких резких движений чтобы у нас стрелка ушла не туда потом смывать все стирать то есть мы чуть-чуть делали можно всегда нарастить утолстить или убрать если что-то пошло не так используйте кстати средства для снятия водостойкого макияжа оно в 12 каталоге тоже идет по очень хорошей цене по хорошей акции все осталось убрать вот эту неправильную точку и накрасить реснички кстати буду пробовать сегодня новинку тушь из серии The One супер удлинение а вы уже пробовали ее? желаю всем красивых стрелочек до новых встреч пока-пока Субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...